Мне... Так, давайте откроем торговый сундук. Там много всего накопилось. Здравствуй, Эйбор. Многие земли хотят наших товаров. Пища для размышлений. Если ведешь войско в битву, то убедись, что оно хорошо вооружено. Если приглашаешь его в гости, то убедись, что оно хорошо накормлено. О как. Придворный пир. Некоторые боятся шпионов Ибн Тулуна сильнее, чем его воинов. Меня же они беспокоят. Мне скрывать нечего, я занимаюсь только честной торговлей. Египетские штаны. Посмотрите по комплектам, может это уже собралось. Драгоценности. Не знаю, сможет ли Аль-Катай окончательно затмить халифат, но часть его блеска столицы Ибн Тулуна действительно удалось перенять. Там меч какой-то. Египетский хапеш. Ух ты, двуручный меч. Это топчик. Но правда сейчас я с серпом хожу. Надо во вторую руку молот взять. Но тогда они будут действовать. Способности одноручные. Князь-викинг. Рюрик был викингом, а теперь зовет себя князем. Какой бы ни была его родословная, он удерживает порт на Ладоге. Поэтому в наших интересах, чтобы он был доволен. Одежды и вкусы. Рюрик не простой грабитель. Он превратил Новгород из небольшой крепости в центр торговли на Руси. Но и корней своих он не забыл. Да и любит все так же сильно. На все руки. Рюрик все еще ходит по торговым путям, которые проложил давным-давно. Он может провести корабль из Восточного моря в Константинополь с закрытыми глазами. Так и все, наверное. Но очень много контрактов поназакрывали. В первую очередь яства нужны опять же. Сейчас новый уровень, видимо, будет. Ну-ка. Да. Или нет? Не хватило до четвертого немножко. Зараза. Можно немножко серп качнуть. Давайте разберем что-нибудь не нужно и качнем серп. Так, ну вот, немножко Титанчика еще. Одно улучшение останется. Там 19 Титана требуется. Ну, и так хорошо. Но у нас дела в Ульстере. Сначала нападем на торговый пост. Эйвер прям кровавый женец с серпом. Нужно быть осторожнее. Ах ты, зараза. Вот так вот. Вот так вот. Там еще много ребят. Блин, зараза. Уже непросто с такой дистанции. Когда движется. Когда движется. Все, я всех зачистил тут. Ага. А, понятно. Наконец-таки. Столько стрел на него потратил. Да что такое? Давай сразимся напрямую. Нифига себе, как я щиты разбил его быстро. Это способность серпа такая? Вау. Так, надо найти записи. Вот. Аккуратно написанная записка. Грамота на торговый пост в Ан-Ди-Шарте в руках разбойников, которые рыщут у мыса Малин-Хэт. И ищут добычу среди обломков кораблей, как голодные чайки. Ага. Ну что ж, сходим туда. Тут тексты будут добываться. Окей. А, все в одном месте. Удобно? Только туда пока что пути нет. Это неудобно. Ладно, пойдем сюда пока что. Я не буду париться. По-быстрому всех убью и все. Так, а эти зеленые? Их мне и надо убить, да? Как медленно летит, а? Как медленно летит. А, это был один из детей? Нифига себе. Богатое место. Я горю. Надо хоть посмотреть, кого мы там убили. Дети, да. Но опять нам рассказывают про это все. Так, а кого мы убили? По-моему, про это мы еще не читали. Высший друид Триан, Туман. Триана воспитали в язычестве, и он всегда испытывал сильнейший, возможно, даже нездоровый интерес к Крому, к Руаху, одному из самых кровожадных богов. Это даже побудило его вырезать дюжину небольших фигуров Крома. Теперь, уже будучи одним из детей Дану, он использует эти фигурки, чтобы привлекать новых последователей. Горячие молитвы и кровавые жертвы, способные разжечь воображение многих. Высший друид. Кумасках. Высший друид. Ясень. А, про этого мы читали, кстати. Че, восклицательный знак стоял. Шепот. Сейчас мы его ищем. Окей. Что ж, пора и честь знать. Что ж, пора и честь. Та, ну а теперь сюда. Слава Флана растет. Парус! Лови ветер! Я видел берега земли Франков. Мельком. Но и этого мне хватило. Я опишу их вам, друзья. Ветер там колышет деревья. В небе парят птицы. А земля будто изумруд. Гряда холмов уходит вдаль. Солнечный свет пятнами ложится на землю в лесу. В полях трудятся женщины. На груди у них блестит пот. О, да. Как напрягаются их упругие ягодицы, когда они склоняются за цветами. А их речи? Даже оскорбления соблазнительны. Думаешь, на что еще способен такой язычок? О, неужто вам не приходило это в голову? Однажды я поселюсь там. И эти женщины будут моими. Ну что, споем? Есть у кого история? Первый день в Грэнтебридже я должна была защищать город. Я сама просила поручить мне это. Расхаживая по укреплениям, я пела, ударяя щитом о ребра стен. И перебудила поллагеря. Я пела отрывки саг, а Галин, Лиф и Сома швыряли в меня камни. Я, мол, слишком дурачусь. Пока я не поймала лазутчика. Что-то этот оборванец пытался украсть. Лишь Локи знает что. Галин убил его, не дав допросить. А соль вот в чем. Будь на виду. Харус поменьше. Торачься, да зубаскаль. Лучше защиты не сыскать. Ведь чем слабее тебя считает враг, чем глупее и бесполезней, тем скорее он совершит серьезную ошибку. Мы ведь здесь навсегда, так? Послушай моего совета. Дольше проживешь. Ну, какая бирна. Мудерая. Эй, хватит! Интересное место. Застревательное. Здесь мне точно не рады. У нас тут два задания. Получить грамоту на торговый пост и убить кого-то. Так, вот грамота, ведь и мы. Да. Ну, зараза. Ну, давайте, сбегайтесь уже. Не хочу вас отлавливать по одному. Мой серп жаждет крови. Кровавой жатвы. Так, там что-то было. Осталось выбраться. Так, все, тут дела поделали. Сложнее было добраться и дольше. О, тут события. Надо посмотреть. Я на полпути. Сейчас опять камушки собирать. Зараза. Ну, давай. Да ладно, опять. Ну, это жесть какая-то. Вау. Пока что это худшее наполнение всех DLC, которые я вообще помню. Размышления Киары о тропе великанов. Растут ли легенды с течением времени? Словно пряжа, что годами размотана. Взять хоть мой сейс, что выстрел Финн. Правда ли, пересекал он все море и держал сына Кумала в битве с Беннандонером Грозным? О, какая информация важная. Ну, и теперь самое интересное. Собрать камушки. Вау. Самые классные квесты. Ну, хотя бы не очень сложно. Так, у нас много очков прокачки. Надо их использовать. Пойдем в эту ветку. Исцеление при убийстве. Если у вас нет провизии, при низком уровне здоровья вы восстанавливаете некоторое количество здоровья после убийства врага. мы лишним не будет. О, все, тут мы все прокачали в боевой ветке. Пойдем сюда. Ты смотри, не действует быстрое перемещение. Ха. Окей. Так и должно быть, по идее, кстати. Так, ну что, еще один торговый пост. Прекрасно. Книжный. Дом для работников. Ну, ресурсов хватает. Так, и последний не до квест. Вернуть отнятое. Без лишних жертв, да? Пофигу. Чем быстрее, тем лучше. Вообще, конечно, такими заданиями Ubisoft убивает свою репутацию. Не стоит привлекать внимание. Не зли меня. Уходи. Да ладно, уже заметил. Собачка. В смысле? Без лишних жертв. Я никого больше не убил. Ну, пофигу. Хе-хе. Кто-то самоубился, походу, дела. Их поддержка пригодится королю Флану. Надо найти его в Клохере. Клохер. Эх, опять путешествовать. Вот он, Клохер. Ну, что ж, осмотримся тут. Ну, вот эта фишка с заданиями ужасная просто, отвратительная. Она убивает этот Дель-Си. Господь услышал меня. Ты льстишь мне, король? Ну, что стряслось? Где Барит? Он не вернулся. Как и двое вестников, посланных к нему. Это не случайность. Боюсь, здесь чей-то злой умысел. Жалеешь, что не принял предложение Эйвора? Да, быть может, цена нашего поспешного решения. Жизнь трех человек. Позволь ехать мне, король. Если он жив, я найду его. Даже с твоей хитростью туда просто так не попасть. Нужен королевский пропуск, а его редко дают викингам. В Дуннангале у кого-нибудь да есть. В Дуннангале? Там есть норвежцы? Да, это порт на западном берегу. Они много торгуют с Айлихом. У кого-нибудь там должен найтись пропуск. В этот порт трудно попасть? Люди там обленились от сытой жизни. Вряд ли они ждут набега викингов. Или викинга. Славно. Я отправлюсь в Дуннангал и добуду пропуск. Если позволишь, король. Если это спасет моих людей, езжай с Богом. Ну, король уже нам доверяет. Вполне так. Во многом благодаря этой рыжей, кстати. О, тут способность есть. Надо бы собрать. Стань моими глазами, Сюнин. А вот и проход. А, это не туда. Там другой должен быть проход. Вот тут записочка есть у них. Срочное послание верховному королю Флану. Мой государь, переговоры о мире лишь уловка. А твоему войску грозит опасность. Против тебя готовится заговор, причем очень серьезный. У меня есть основания полагать, что в нем замешан сам епископ Эаган. И да поможет нам Бог, если это так. Отступи, пока клыки не сомкнулись на твоем горле. Не дай втянуть себя в безнадежный бой. Твой слуга Барит Мак-Имар. И тут не без церковников. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Так, тут бочки стоят неспроста. Вот проход. А, давайте бочкой воспользуемся для разнообразия. Ух ты, какое интересное место. Древний схрон. И вот они, великие знания. Хоть бы собака второго уровня. Стрела с дымовой бомбой. Улучшенная. Улучшение. При соприкосновении с огнем дым вспыхивает, поджигая ближайших врагов. О. Неплохо. Площадь вроде большая. Нас ресурсы почти переполнились уже. Сначала давайте откроем точку. И пойдем выполним контракты. И там нет. Скорее. 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 Играет музыка Слив галион Дверь закрыта на засов Да уж Такая дверь хлипкая Еще с засовом Ага, это с той стороны Десять одежды всего лишь, серьезно? Ой, жесть Ага Ага Так, ну что ж, пойдем выполнять контракты И уже прокачаем дублин до четвертого уровня Так, у нее задание прямо какое-то висит Или так всегда А, вот и мой любезный друг Я читаю книги из Ан Дишарта Теперь ясно, почему ты таскался за ними на другой конец страны Я захватил торговый пост, не зная о Грузе Коль книги хороши, тем лучше Для тех, кто верит святому писанию Они дороже золота Эйвер такой Я и не знал, что я захватываю Мне главное всех убить, порезать Больше сделок, больше денег Сладкие речи Если доведется встретить Рюрика Не обманывайтесь на его счет Под мехами и дубленой кожей Бьется сердце хитрого торговца Иначе в тех краях не преуспеть Отличный вкус Некоторые жалуются, что Рюрик просто разбойник, который пользуется своим положением Но на его месте они делали бы так же Несколько пропавших бочонков Малая цена за успешное плавание Ого, сколько предметов роскоши 424, вау Да как так у меня получилось На все руки 2 Много ходит истории о судах Что пропали на путях Где хозяйничает Рюрик Поэтому мудрый торговец Спускает слух о себе заранее А потом задерживается Русский шлем Слушайте, русский комплект Собрать было бы вообще офигительно Так, давайте получим уровень Вот и все До встречи, Эйбор Дублин, четвертый уровень Так-то Доступны контракты и на Константинополь То есть нынешний Стамбул Вот он, русский шлем Блин, прикольно Русский наручи Блин, столько комплектов Их всех не переносишь Зачем столько-то делать Русский доспех Класс То есть три элемента брони у меня уже есть Надо еще два Прокачаем на сколько возможно Дополнительное увеличение Устойчивость Ближний бой И броня Атака возрастает Если рядом с вами Три врага или больше Хорошо Хорошие бафы Вообще тяжелый, да, доспех? Да Школа медведя А, вот наконец и Эйвор Торговля Упоительный танец Тех, опять яств не хватает Слоновая кость для императора Василий Первый был земледельцем А стал императором Люди скромного происхождения Не так уж и редко Проходят подобный путь К счастью для нас Обретя богатство Он приобрел и вкус К роскоши Византийский доспех Тоже крутая штука Настоящая роскошь Богатые вдовы Привели императору Любовь к жизни На широкую ногу Мы с радостью Утолим этот голод Опять одежда требуется Я думал Уже дальше она не так нужна будет Нет, все так же нужна Но теперь количество больше Слоновая кость для императора 2 Как и король флан Василий понимает Что приверженность Кресту Может быть выгодна Хорошо, что мы идем Одним путем Это полезно для торговли Слоновая кость для императора 3 Василию опять нужна слоновая кость Он не успокоится Пока ее запасы в мире не сякнут Что ж Мы достанем ему столько слоновой кости Что из нее можно будет И правда построить башню Да, ну достаточно Все на сегодня Увидимся Яства нужны Пойдем прокачаем доспехи Сейчас должны быть красивые изменения А, не, написано Внешний вид полностью улучшен Наверное не поменяется Ну да, и так столько доспехов Еще для каждого делать 3 вида Улучшения Ну лучше бы сделали меньше доспехов Но у каждого улучшения были бы внешние Я считаю так Лучше меньше, да качественнее Мне Так, ну что Осталось немножко прокачать Насколько это возможно А, кстати, неплохо прокачали Посмотрите Вполне себе До предпоследнего уровня Теперь осталось руны вставить Ну вот, готово Красота И на этом серия заканчивается Всем, кто смотрел, благодарствую До встречи До встречи Монтава фурна, замебан. Латвейгарсиас.